Всем привет! У меня есть индюшиная нога. Хочу сделать сыровяленую, балык короче, сыровяленую индюшачью ногу. Поэтому мне нужна Сашкина кастрюля. Но я не засуну никуда такую ногу, сами понимаете, она большая очень. Либо мне по диагонали в свою кастрюлю класть, но это не вариант, потому что соли потрачу много. Надо отжать его кастрюлю. Но куда он ее спрятал, я не знаю. Поэтому еще вот, пока безуспешно. В кастрюле нам в дне нужно будет просверлить дырки и пасть смертью храбрых. Шучу. Конечно, никаких дырок нужно будет насыпать зерно. Я видела этот способ в интернете. Не знаю, насколько зерно реально заберет влагу после соленой ноги внизу от соу вот этот вот. Но попробуем. Картинка была уж очень красивая. Хочется попробовать. Тем более наличие индюшиной ноги, понимаете, она тянет за душу. Блин, куда он мог деть кастрюлю семилитровую? Ничего не понимаю. Опять лежало все на старом месте. Как всегда все исчезает. Со своими порядками ежедневно новыми. Сашка все переставляет. Оттуда и шкаф, в котором была кастрюля. В принципе, бинго! Наши победили. Вот и кастрюля. Мне, правда, не очень разрешается ее брать, потому что она там для пивоварения. Все, отлично, будет у нас нога. И вот технически она сюда должна влезть, да? Кипона мать, она не влезет сюда. Все, это будет вот такой пищевой пластиковый таз. Сейчас мы его намоем как следует и дно застелим зерном. Сантиметра, наверное, сантиметров пять возьмем. Хорошо, что мы занимаемся птицей. Уж чего-чего, а зерна у нас приличное количество. На заднем плане, может быть, там идет мультик, ребенок, еще что-то, потому что мы с вами не на кулинарном курсе в Доме культуры. Мы у меня дома, поэтому здесь жизнь как бы течет, бурным ходом идет. И уж извините, что будет так. А что мы делаем с этим тазом? Да, кстати, не забывайте смотреть рекламу. Вы нас очень этим поддерживаете. А я надеюсь, что будет мой рецепт вам полезен. Это не совсем мой рецепт, конечно же, я его подсмотрела, но попробую сделать и скажу вам честный отзыв. Приготовила эта пшеница. Ну, не мне вам рассказывать, короче. Засыпаем в таз. Она работает как что? Как то же самое проколы в емкости. Помните, для этого, как мы делали с вами сыровельную грудку? Там делали проколы, и поэтому влага уходила. Вот. Вроде как чистая, но все равно есть что-то в ней. Но не преимущественно она сейчас будет засыпана солью. Не принципиальный этот момент. Так, влага должна будет впитываться по технологии вот этой пшеницей. И соль при этом будет оставаться с нужным количеством влаги для просолки ноги. Сколько получился слой? На фалангу пальцев чуть меньше. То есть сантиметра два, наверное. Так, высыпаем соль. Приличный объем. Вот так, все, смотрите, емкость приготовлена. Значит, сверху мы на нее будем уже укладывать ногу и ее засыпать. Ой, все дерет и щипет. Ну, теперь моем ногу и вытираем ее салфетками. Помыть мы ее помыли. Теперь освобождаем от перегородок, перепонок и всего остального ненужного. Оставляем только чистое мясо на костях. Ну, короче, это не так легко снять шкуру, кожу снять с индейки, со всеми перепонками. Ну, значит, останется немножко белые следы, будет не очень, может, презентабельно. Но ничего, мы переживем, я думаю. Ну, какие специи мы с вами будем использовать для ноги? Так, ну, перец крупного помола, понятно. Условно, сделаю на глаз, поострее чуть-чуть, потому что, ну, хочется остренького, так скажем. Ну, куркуму, которую я везде использую, в общем. Нога большая, реально большая, поэтому использовать специй, наверное, придется много. Смесь трав возьму. Какое здесь травы какие? Базилик, лук-порей, кориандр, петрушка, орегано, смесь укропа, розмарин, тимьян. Отлично. Несколько гвоздичек возьму и лавровый листочек. Все, по большому счету, может быть, еще душистых перчиков несколько штучек. Вот, сделаем ножку из этих специй. Мешаем, мешаем, перетираем, не жалею рук своих. Ну, и сейчас половина, конечно, на полу будет. Ну, у меня не очень удобно, если честно, здесь сейчас что-то делать. Базилик, я считаю, что всегда к любой птице очень подходит. А остальное дело вкуса. Сейчас не добавляю сухой чеснок, но думаю, что можно и его добавлять. Попробуем вот так втереть достаточно аккуратно и со всех сторон. Базилик, ой, этот, куркума, конечно, ей цвет придаст желтый. Без этого будет, не будет этого цвета без куркумы, сами понимаете, да? Ну, куркума очень полезна. Так. Мало, да? Еще, наверное, надо будет намешивать. Ну, посмотрим. Перчика, наверное, еще надо добавить поострее, чтобы было немножко. Хотя, я думаю, что это не единственное время, когда я буду добавлять специи. Специи будут добавлять сейчас еще. После того, как мы ее вытащим из соли, из основной массы. Ну, посмотрим. Сейчас решим. Да? По ходу пьеса, что называется. Вот, смотрите, без кожи уже, без всего, чищеная, она получается 2600. Будет очень жалко испортить такое кусманище мяса. Все, положила я индейку на соль. Посмотрим, просолится такой кусок или нет. Вот такие барханы соли получились. Там нога. Все, со всех сторон. Истратила я 4 пачки соли по килограмму. Соль использовала крупную. Ну, в общем, сами видите. Наши ножки сегодня пятые сутки. Вот такая она у нас. Значит, ничего, нигде вода не выступила, влага. Везде все. Значит, может быть, зерно справляется. Сделаем выводы завтра вечером. Умные люди посоветовали солить ее 6 дней. Все-таки действительно, потому что она очень большая. Главное, чтобы просолилась кость. Думаю, что за 6 дней она в любом случае, если баранью ногу 6 дней вот так вот солит, то индюшину эту всяк, она поменьше все-таки. Но все равно 6 дней выдержим. Болею судьб наша нога с вами пробыла в соли 7 суток. Сегодня вечер на седьмые сутки. Я уезжала срочно в Москву. И вчера меня не было. Поэтому 7 суток. Сейчас достанем, вытащим ногу, посмотрим, что она из себя представляет. И я буду ночь вымачивать ее. 12 часов. Потому что, мне кажется, за 7 суток, особенно верхние слои, наглухо слишком просолились. Стали очень солеными. Вот, посмотрите. Видите, снаружи над солью стал выступать, видимо, этот сок с этой ноги. И стали вот такие желтые пятна появляться. Значит, соль я сейчас сниму отдельно. Ага, раскатала, Леночка, губы. Как легко это снять. Оно стало коркой. Все, видите. Я, конечно, расковыряю. О, вот здесь немножко еще такой сыпучий. Нет, короче, все, что где потемнело чуть-чуть, видите, даже натреснуло. Мы будем разгребать тогда, чувак. Там как получится уже. В Москве на Центральном бульваре Где ходит народу полно На пыльном окно к тротуаре В тенечке лежало оно Шел взрослый народ, шли детишки Каштан распускался и цвел Оно было в банке под крышкой Поэтому запах не шел Одна бабка вдруг завопила А может быть это вино Другая в ответ подхватила На вид это вряд ли оно Дедуля в потертой тужурке Решил возмущенно сказать Каким же быть надо придуркам Что полную банку терять Шел дядя в костюмчике строгом Он шел с своей дамой в кино И прямо под левую ногу Ему и попало оно Звук битых стекляшек раздался И запах понесся хоть плач И в тот же миг стали слетаться Голодные мухи на ланч Но тут пришел дворник поддатый Под нос что-то матом сказал И быстро с дороги лопаты Протухшее мясо убрал Не думайте, люди, плохого Я пел вам всего лишь о том Что смех от приличного слова Полезней, чем смех нас Ну вот я свою ногу помыла Ну индюшиную в смысле Слила первую воду соленую самую И вот сейчас залила еще водичкой Постоит немножко перед сном Я совсем солью эту воду Залью чистую еще Водой заливаем холодной Вот так немножечко ее мы вымочим До завтра Вот такая ножка у нас вышла Мы ее промакиваем от лишней воды Чтобы она немножечко подветрилась Чуть-чуть Не была такой сырой И еще из одного рецепта Выцепила я рекомендацию С которой в принципе должна согласиться И должна была сама догадаться Но честно говоря не догадалась Поэтому я вам ссылочку сделаю На те рецепты, которые я использовала При приготовлении этой ноги И я решаю пережарить специи Которыми будем обваливать ногу сейчас Это у меня хмель цунели Так как нога большая У нас всего должно быть много Возьму несколько гвоздичек Но не знаю есть смысл их брать или нет Придаст пикантность определенную Я возьму свой базилик Свой красный острый перец И свой черный Не свой, извиняюсь Да, просто молотый черный перец Вот такие горочки сделала Но еще у себя тут в сокромах Нашла короче вот такую смесь перцев и трав Вот ее тоже наверное возьму Вот такой состав Кориандр перец душистый Черный еще и красный тоже есть Так что вот я его возьму наверное И все это будем обжаривать По сухому обжаривать соответственно Все обжаренные специи Они открывают свой вкус лучше Это я помню еще С длинникового периода Вот попробуем сделать так Уже запахли они Все я думаю достаточно В общем 3-5 минутки Прямо вы почувствуете Очень запах сильный Знаете наверное что если гречку обжарить Она будет больше Какой-то ореховый привкус иметь Тоже очень полезно Перед варкой Вот специи открываются По другому чуть-чуть при этом деле Ну все в общем Пересыпаем нашу ножку Вот она уже такая обветренная слегка Салфетками мы ее напромакивали уже Смотрите салфетки Используйте те которые не остаются на мясе Кусочками Вот и будем использовать бинк для замотки Высыпаю на сухую тарелку Роделю примерно на две части Чтобы просыпать одну сторону одной половинкой И вторую второй Чтобы там примерно равное количество Специй было на это дело потрачено Цвет ее пожелтел из-за куркумы Мясо полотнее И конечно она темнее Видите да становится Стараемся не по кухне их раскидать А в ногу втереть Что кстати не так просто Место надо прилично И вторую половинку Точно таким же макаром Все перетираем Бока не забываем А то сверху то мы с вами Костяшечку приляпаем Сверху мы насыпем А в боках кто-то в пазухах забудем Ну вот в общем так Тут каждая хозяйка сама себе вправе решить Как это сделать Сейчас сюда еще не втираю Тряхану и все что свалится Вотру в другую Во вторую половину Снова перевернув И буду заматывать бинтами Процесс сама Понимаете сами Снять я для вас не смогу От самой замотки Ну в общем как перевязываем Ногу или руку кому-то Так я думаю Этот процесс вот и будет происходить Как карпачч перематывали Почему бинтами Я повешу его в гараж Вяляться мясо По этой причине Мне нужно чтобы на него Не только мухи там не садились Если какие-то там Так вот мне кажется Что все-таки в замотке Верхняя не черствеет Так кожица Как бы не кожица Верхняя поверхность Так не заветривается сильно То есть бинты Они как будто знаете Распределяют равномерно высыхание Влагу теряет не верхний слой А вот она вся равномерно Должна усыхать Это я еще по карпаччу заметила Потому что я как-то Когда ответственно отнесешься К тому что Как замотаешь его То оно как будто знаете Просыхает равномерно А если не ответственно То оно как будто Присыхает сверху Больше А внутри гораздо меньше А у нас с вами такой объем Что нам надо бы Ну этот момент учесть В общем вот так Одного бинта мне не хватило Будем использовать еще Вот так получается пока Ну вот в итоге что получилось Я конечно не медсестра Не профессионал В заматывании бинтами Но мне кажется Что вот ну подойдет В общем Вот и таким образом За веревочку я повешу При температуре Если Саша не топит Будет 8-10 градусов Если Саша топит Периодически Будет подниматься До 14 где-то градусов Я не повешу прям непосредственно Конечно же у печи Большой кусок Не забываем Что это все-таки мясо И в температуре И в температуре выше 15-17 градусов Я бы этого совсем Вообще не делала Потому что это В общем чревато Вот поэтому Подвешиваем И забываем Насколько мы забываем Не помните По-моему как минимум Мы недели на две Должны о такой размере Ноги забыть Ладно Будем подходить Немножечко пощупывать Как она там себя чувствует Ну и проверять Нет ли нигде Не проступило Никаких соков Там плесени И так далее Это тоже важно Прошло 7 дней Неделя 21-й Я повесила Сегодня 27-й Хочу посмотреть Что с ней Сейчас размотаю Во-первых Мне не очень понравилось Что у бинта Остаются Вот эти вот Ниточки всякие А сейчас Попробуем Мы его зарезать Вот такой срез Темное мясо Будешь пробовать? Угу Так Основной срез Покажи Вот здесь Вот оно такое Темное получилось Должно быть Наверное Еще темнее Да или нет? Не знаю Сейчас попробуем Такое впечатление Что это сыровато Нет? Сыровато Ну неделю Наверное Сыровато Наверное Зря я его Размотала Но сейчас посмотрим Блин Блин Оно такое большое Мне кажется Может я зря вымачивала Может надо было Оставить его соленым Слишком соленым Так Ну что Прискнем здоровьем? Ты первый Шутка Шутка Да я Все поздно Давай Чтобы мы умерли В один день Не соленая Не соленая Угу А вообще разжевала И уже посолонее Вкусная Да Но соль можно было еще Попробуй еще Так Видео будет длинное Потому что Слежим Слежим видео Будет включение Наверное Утром Когда мы выжили Или нет Ну съедобное Да? Да Вкусное? Да Ничего Но сыровато Как будто Хочется посушить Нет? Еще чтобы повисело Ну чтобы подсохло Или чтобы я еще Это Посолить В сушилку положила Лепесточки Ну или в сушилку Да, кстати Чтобы побыстрее А если я не так сделаю Я, наверное, сейчас Из-за поганились Эксперимент Если я разрежу Позакости Эту часть Нарежу Листьями А то Замотано А эту Вторую часть В сушилку положить Побыстрее завялить Приправы Приправы чувствуются хорошо Приправы достаточно Да? Да Я сейчас этот срез И засыплю солью Специями И Полностью вот так Прямо Чтобы он Ни в коем случае Не пошел Тем, чем не надо Вот так я этот срез И засыпала Вот эта корочка Уже достаточно Подсушена Так что я сейчас Ее забинтую И повешу Не знаю, наверное На месяц вешать Не знаю, на сколько Такую тушу А вот из этого Мы с вами сделаем Блюдо побыстрее Хотела сделать видео О том, как приготовить Ногу индюшачью И сделаю О том, как ее Можно испортить Короче, у меня Есть такое ощущение Смотрите Во-первых Я зря вымачивала Во-вторых Часть, которая Голень Нормальная Часть, которая Бедро Она вся Видите С жировыми прослойками Так или иначе И мне кажется Что эти жировые прослойки По-любому Не дают Нормально завялиться Мясо начинают Неправильно себя вести Поэтому я вот эту часть Вообще отрезала Все-таки Мне кажется Что такое количество Жировых прослойок Не может нормально Просаливаться Я, конечно Не специалист Я сделаю Вот такие кусочки И их Через сушилку Завялю Побыстрее Быстренько завялю Надеюсь Что они не высохнут Вообще В чипсы Поэтому я режу Так достаточно Толстенько Посмотрим Что будет Уже на завтра А голень Я повесила Обратно Вялится Потому что Там у меня нет претензий Вообще Там ни перегородок Особо нет Жировых Никаких вот этих Пленок Я вроде как Большую часть убрала И она заветрилась Достаточно хорошо Уже верхний слой У нее такой корочка Правильная Раз у нас Утро дегустации Давай-ка еще одно Сделаем Да Просало у нас Будет в отдельном ролике Давай Индейка Ты знаешь Не сухое Совсем Но вяленое Это чувствуется Вяленое Чувствуется Да Я сейчас Горбушку съел Горбушку Служновато Такая Она тяжело Жуется Сейчас попробуем Серединку Серединка Мягкая А дай я посмотрю Оно сочное Мясо сочное Да Тебе нравится? Да Это интересная вещь А ну сейчас Как сказать В другой стадии готовности Если сравнить с тем Что мы пробовали Вчера Вчера Вот это лучше Там было знаешь Такое ощущение Что ешь Она Сыровата Ну потому что Елена Викторовна Посмотрела правильно К людей И тебе скажу Что вялится Она должна Не неделю Во-первых А мы Я на неделю Раскрутила Посмотреть Вот когда делали Крутки Куриные Они у тебя За неделю Ты готовы Будут точно Ну и съешь Я на тарелочку Сейчас положу Как белые люди Будем есть Она жирная Она жирная Да Посмотрите Я думаю Что такое Она реально жирная Вот у меня В масле Ручки в жире Ты ее ничем не намазывала Нет Я ничем не намазывала И вот и говорю Что вот эта часть От ноги То есть получается Смотрите Подтверждается та теория Что индейка Она вся Испещрена Вот этими Прожилками Жировыми прожилками Да И вот они Видимо При нагреве Вот они выделились На поверхность Жирочек такой Но он не Как бы Не сало Да Понятно Что Так ты сейчас Только что в сало Очень вкусно Ну а я имею ввиду Что Ссылку на сало Я оставлю В описании То есть получается Сочное мясо Как и должна быть Индейка Ситуация такая Что мне кажется Что изменно Из-за жировых прослоек Мясо это нужно Вялить в холодильнике Потому что в гараже Теплее значительно Чем в холодильнике А жировые Эти прослойки Начинают Портиться К сожалению Именно в той части Не голень А бедро В бедре очень много Прослоек Но мне кажется Что не годится Такой режим Гаражный режим При плюс 15 Плюс 13 Ну я вот разрезала Ногу поэтому У меня есть ощущение Что она не довялится Она скорее испортится Понимаешь Я поэтому разрезала И оставила голень там А это порезала На кусочки И там действительно Было очень много Жировых прожилок Поэтому это неудивительно Даже Ногу я размотала Из холодильника Достала Потому что я вообще За нее боюсь Конечно Если честно Что-то я как-то Я прямо Вообще пахнет Она приятно Вот Но я наверное Ее заматывать не буду Чтобы я могла Всегда на нее посмотреть Понимаете И кусочек Который у меня еще оставался Я его тоже Вот так разрезала Порезала на 8 миллиметров Где-то Потому что терпения Нет никакого Сейчас суну сушилку На несколько часиков И тоже мы ее съедим Вкусно очень получается И она Ну короче Вы увидели все Наверное Здорово получается Неплохо Вот Нога пахнет вкусно Хоть я за нее Очень сильно переживаю Вот Потому что большая И потому что я сделал Несколько ошибок Нужно было ее Подсушить в холодильнике Дня два Просто положить После того Как вы Вытаскиваем соли Мы ее ополаскиваем Не вымачиваем Ни в коем случае Вытираем салфетками И помещаем в холодильник На пару дней И она там уже Покрывается Вот такой вот Полусухой Таким слоем Тоненьким Подсушенным И потом бы Ее нужно было Обмазывать специями Уже В общем да Так наверное Получилось бы Гораздо лучше По ощущениям Как раз Я ее переувлажнила Поэтому я за нее И трясусь Она и так Достаточно жирная То есть Много у нее Жирочка такого Так еще я ее И мокрой сделала Вот Но не надо было Так делать Надо было сразу Но вот здесь Видите везде Уже она давно Подсохла И мясо темное Понятное дело Соответственно И срез уже Достаточно Видно Темное тоже Но надо было Короче сделать По другому Если я найду Вторую ногу Я попробую сделать От начала До конца Все правильно Нога у нас Два с половиной Килограмма И так как У меня не получилось Сделать вот эту ногу Полностью С бедром Получился Только Окорок Вот Видите Смотрите Какая она Уже Сегодня 5 ноября И она Все равно Еще не Твердая Видите Сейчас она У меня Вялится на сетке Лежит в холодильнике Смотрите Какая А вот эту Все-таки Я попробую Сделать с бедром Индюшинная нога Как доченька Сказала Старая Попробуем Зарезать Сегодня Ей Месяц И неделя Примерно Получается Вот так Режут Саша И видно Кстати Что тоже Видишь Жирочек Есть Не отрезал До конца Так И Следующий Да Кусочек Режут Слушай Я уже По виду Вижу Что она Может быть Невкусная Так Пальцы Ножи Здесь Руки Чьи-то Маленькие И кстати Она совсем Не жесткая Обратите Внимание В общем Она Вот У ребят Получается Там Вот Видео Другие Результаты То есть Она Прямо Такая Деревянная Вот Посмотрите Она Как Колбаса Ну Давай Половин Сейчас Попробую Так Давай Кусочек Отрезать Понюхать Вообще То Что Надо Правда Только Я Толсто Режу Тонюсенько Ну да У меня Руки Как всегда Это дело Не заточено Давай Нарежу Давай Вот так Вот Вот Ну Короче Говоря Результат Хороший Слушай Ну блин Ждать Его Конечно Очень Долго Вторую Индишиную Ногу Я делаю В обмазке Сейчас Обмазка Высыхает Висит Нога В гараже Сейчас Здесь 6 Градусов Пока Гараж Не топится Впоследствии Я убираю Ее в холодильник На дальнейшее Завяливание Вялится Она будет Больше Месяца Ну Месяц Точно Там Посмотрим За этот Рецепт Спасибо Большое Блогерам Я их Ссылки На эти Видео Оставлю В описании Еще раз Повторяю А Мои ошибки Которые Я сделала С первой Ногой Надеюсь Пойдут Вам на пользу Для меня Они не стали Фатальными А для вас Надеюсь Будут Очень полезными Всего доброго Оставайтесь С нами И До новых встреч